Ну встань Царем Небесным, так потихонечку. Я счастлив, я всякие скверны, и спаси блажей души наши. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови и наше занятие, беседу по слову Твоему Святому. Помоги, Господи, все преодолевшее нам устоять с верой на надежды воскресения и вечную жизнь, которую готовы Ты святым Твоим и праведным. Даруй, Господи, и нам быть святыми, как и Ты, Господь, свят, чтобы Слово Твое Святое и все, что оставили нам святые мужи от Тебя, Господи Творца, помогло нам достигнуть Небесного Царства Твое. Тебе слава за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, я попрошу Слово, Небога, руководителю, поговорить с ним. Очень хорошо. Слово Божие живо и действенное. Оно даже не просто, вот мы прочитали, это запомнить можете, у вас хорошая память, отлично учитесь, я знаю. Но вы старайтесь это применить в жизни. Вот я вам напоминаю одно, что мы здесь собрались, видите, как тепло, вас любят, все одеты хорошо. Но сегодня есть столько детей в мире, которые лежат голые, одни косточки, их кормить нечем. Голод в стране. Это там, где-то в Африке. Это может быть у нас сегодня здесь. Вот показывает на Украине, дети идут в школу, в это время снаряд разрывается, рука отдельно валяется, нога. Мать только сейчас отошла от него и будет на куски разорванной. Вы представляете, что это может быть у нас. Поэтому о тех детях всегда молитесь, когда дома молитесь. Ваша детская молитва, она более доступна и опременена нашей тяжестью. И мы должны уметь уделять из того, что у нас есть. Мы сейчас приехали из Украины, из неблагоприятной этой области, там так Новороссия называется. И сегодня мне ночью уже позвонили, опять помощь требуется, чтобы шофер был как-то отвезти. Я еще ничего не знаю, но сказать не надо, как я могу сказать, я не знаю. Люди такую даль ехали. Вы помните это, вы берегите свою одежду, которая у вас, чтобы она не рвалась. Мы сделали горку, мы вот ребята сделали. Я сейчас пошел, размел ее от снега, мои-то там мало работы. Горка кататься, кататься на каких-то специальной саночке. В прошлый раз, где у меня? Просе. Вот она, любезная фразинья. Еще горки не было, она залазит на снег, опрокидывается на спине. Вам пальто-то не купленное, подаренное. На подаренные деньги. И ты катаешься, другие, глядя на нее, тоже покатились один за другим. Ничего нет, вы просто ложите на спину и катитесь. Вы берете одежду. И поэтому тебя надо обслуживать, в два раза больше на тебя тратить. А ты бы сэкономила, на своем закладку поставь, а другому купи хорошее, подари. Мы должны помнить это. Я вспоминаю, один о себе пишет, говорит, что учительница сказала, что атомную бомбу сбросили на Хиросиму американцы. Она в Америке, учительница. Я не могу ничего против сказать. Но я сказала, дети, там многие дети погибли. И мои дети, говорит, впервые я увидел, как они плачут. Вы поймите, что те, которые страдают, они такие же дети, так же жить хотели. И тот, который плакал там, это будет потом проповедник. Он говорит, вот это чувство сострадания сохранилось во мне на всю жизнь. Вы всегда старайтесь у себя сберечь. Ни один кусочек, чтобы не пропал. Деньги сэкономить, а потом отдайте родителям. Скажите, там вот сейчас люди, которые нуждаются, помогите им. Ты сама-то не найдешь, где копилочку сделай. Туда что-то клади, чтобы нищим подать, чтобы вы не были бесплодными. А вы на себе рвете, опрокидываете, садитесь прямо на саночки. Мы тут саночек сколько наделали. Садитесь на них и катитесь. Понятно? Чтобы Слово Божие было живо и действенно. Во славу Божию. Какой контингент у тебя, брат? Да что там говорить, я уж сам редко не собираюсь, чтобы все вместе. По частям вот дошли до Моисея. Интересное место. Сколько их? И один мальчик. Неужели не говорит, что дальше в дальнейшем будет? Да, да, да. Потянутся к миру. Потом покажи им, что такое мир, это погибель. А этого одного его счету. Первым делом, после предыдущих жили, первым делом всех мальчиков убивают. А этих по гаремам растащат. Их надо сегодня наставить. Где бы ты ни была, ты должна помнить Бога. Ты христианка. Вот фильм такой есть, Ярмак. Он ее там продали, там где-то. И она там поет Богу. Хвалу. Богу истинному. В прямом мусульманском, где ты будешь, неизвестно. А они на них смотрят, как на добычу на свою. Да, понятно уж. Китай там, они любят очень русских девушек. Да таких-то красавиц они. Они ради этого бреются даже здесь. Это уже жизнь такая показывает, что здесь мира не будет. Потому что люди в грехах живут. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Но увидите, что Игнатий Тихонович с вами разговаривает уже не как с детьми. Все говорится вам открытым текстом. И поэтому и Библия у нас, ну как бы уже предвещает, видите, для старшего возраста Библию. Вот мы проходим занятия по Библии для старшего возраста. Вчера вот мы закончили на том, как соглядатые от каждого колена, 12 колен, пошли в землю обетованную. Когда остановились в пустыне, Господь им сказал, идите, рассмотрите. Они пошли, рассмотрели, пришли и сказали, вот там сыны инаковые эти, великаны, не сможем пойти. И осталось только два человека. Кто помнит, как их звать? Иисус, Иисус, Навин и Халиф остались. Только двое всего остались. Остальные все испугались. И Господь говорит им, скажи им через Моисея, живу я, говорит Господь, как говорили вы слух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Не войдете в землю, на которой я клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина Иисуса, сына Навина. Ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за грехи ваши. Да коли не погибнут все тела ваши в пустыне, по числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Заканчивается цитата, это прямой текст из Библии, Слова Божьего. Сейчас мы видим на этом примере, люди после этого начинают роптать. Почему? Потому что начинаются испытания страшные. Как столько людей, надо же, чтобы они умерли теперь до определенного возраста. До 40, ну 20-летние, 40-летние ходили туда. Ну я думаю, что не больше, потому что надо же было сильные ноги иметь, чтобы туда дойти. Надо было иметь и разум соответствующий, и запоминать что-то. Потом еще нести назад плоды, они плоды принесли, чтобы показать. Поэтому, сколько получается? Ну больше 80, там они не должны были лет прожить. И поэтому Господь каждый день кого-то из них умершлял. Как это происходило, звери ли то, или неприятия, или от жажды, или какие-то болезни нападали. Но они постоянно умирали. И, конечно же, всегда был у них ропот, они всегда роптали эти люди. Но были и учители, которые передавали тем, которым еще не было 20, что видите, что с вашими отцами делается. Они прям злимо видели, отцы-то их мрут. Причем не матери, а отцы. А они живут. Так в чем дело? А отцы ропщут. И вот выросло поколение, которое не роптало. Почему? Они боялись. Они видели, как отцы их убирают. И Господь поэтому посылает войны, и нам тоже. Вот сейчас война идет в Донбассе. Да кто еще далеко от нас? Нас-то никто не убивает. И мы уже сейчас, как эти дети, которые росли у своих убирающих родителей, должны уже сейчас знать, бояться Бога, страх Божий должен быть. Но страх Божий не в том, что ты сидишь, только боишься и трусишься. Ой, сейчас смерть, сейчас чума. А в чем страх должен быть? Страх в уважении к Богу. Господь все для нас сделал. Ну чего нам не хватает на самом деле? Ну конечно, сейчас можно много сказать, чего не хватает. А я хочу там быть как какая-нибудь красавица, а я там хочу единственное только на земле быть. А я хочу там мужа-миллиардера иметь, или еще что-нибудь придумать. То есть сейчас, как говорится, у вас компьютеры есть, насмотрелись. Что там говорить? Ну не этого нужно, а что? Ну здоровье. Что, нету здоровья? Есть здоровье. Но у кого нету, значит не хватает, Господь усматривает. Ни в коем случае нельзя роптать на Господа. Особенно жаловаться на родителей. А, вот вы меня родили, а ничего мне не дали. Всякое бывает. Если родители верующие, Господь им и смысл посылает. Почему? Потому что мы были греховодниками до того. И теперь Господь испытывает нас. И испытывает, Он может испытать хоть чем, но не убивает. Дает жизнь. Для чего? Чтобы примером на нас показать подрастающему поколению, как нужно себя вести, как нужно себя уготавлять. В основном, вот по большому счету, если взять, вот и опыт моей жизни показывает, житья святых показывают, все праведники умирают, ну, что там говорить, и в зрелом возрасте, если войны нет, ну, и со здоровьем не очень сильно жалуются. Бывают, конечно, болезни, там были интересные уходы из жизни, когда, вот там, монахиня одна, она в 42 года ушла, она простояла, полгода простояла, вот подняв руки к Господу молилась. После этого там ослабели силы у нее, все, и она ушла рано из жизни. Но это необычное такое повествование, потому что она молилась, как раз, чтобы Господь ее забрал. Ну, свои обстоятельства были. Господь эту молитву и услышал. Но в основном, люди живут и боятся встречи с Господом, потому что грехи наши тяжкие. И хоть мы и крещены, и можем назваться святыми, а грех-то присутствует у нас. Недаром сегодня некоторые из вас идут на исповедь. Идут на причастие. Были вчера же на исповеде? Исповедовались уже. Греховодники. А ему вот маленький. А уже все. Почему? Там не послушался, там огневался. И ярость уже у ребенка закипает. Показывает. Маленький за компьютером сидит. Мать его. Сынок, иди там поешь. Ему бутерброды или что тащит. Я не буду. Да ты уже сидишь там 9 часов за этим компьютером подряд. Я сказал, не буду. Все, мама. Я сейчас его буду выключать уже. Я тебе разрешил всего часа. Ты вот сколько, сколько ты мне обещаешь. И подходит к нему. Он по этому подносу ба-бах. Матери за трещину шлеп. Пацаненок лет 9-10, не больше. Мать убегает от него. Кричит. Сейчас компьютер разобью. Все. Он еще больше злится. Хватает все подряд. По стеклу бьет. Там шкафы эти все. Беснуется. Показывает. У них там камера стоит. То есть специально поставили. То есть что. Не кино это. Уже настоящая жизнь. Вот что уже творится в душах детей. И Господь говорит. Зло человека от юности его. В сердце его. От юности. То есть от маленьких. Маленьких еще стопочек ваших. Маленькие ручки. Кажется. И маленькое сердце. А на самом деле не просто маленькое. Еще каменное и злобное. Но. Все таки дети. Они. Более. Приемлют слово Божие. Нежели взрослые. Которые не слышали его. И вот мы это видим. Здесь. На этом примере. Дети взяли. Это все. Что им говорили учителя их. И то. Что Господь показывал им. На примере их родителей. И. Они вошли в землю обетованную. В конечном итоге. Давайте почитаем. Что дальше было. Когда Моисей передал все эти слова народу. То он сильно опечалился. И сознал. Что возмущением своим. Он как бы нарушил завет Божий с ним. И потерял права. На все божественные преимущества. Дарованные ему. И впал тогда из одной крайности в другую. Он устремился засвидетельствовать. Своё раскаяние и рвение. И по собственному произволу. Несмотря на запрещение Моисея. Дерзнул подняться на вершину горы. И вступить в борьбу против бывших там. Амалекитяных ананеев. То есть они решили. Евреи. Ах так нас Господь не принимает. А мы сами. Без Аарона. Без Моисея. Создадим свою армию. Сколотим. У нас там начальники есть. И пойдем. И захватим эту землю обетованную. И пошли. Амалекитяне встретились. Хананеи. Объединенные войска. И разбили евреев. Без помощи Божьей. Они не смогли покорить землю обетованную. Ковчег же завета Господне и Моисея не оставляли стана. И побежденный народ увидел тогда, что ему ничего больше не остается, как покориться под крепкую руку Божию и продолжать определенное ему кочевание по пустыне. И вот об этом говорится в книге чисел, глава 12 и в главе 13, говорится, почти до конца. Вскоре после того снова появилось возмущение, хотя и не общенародное. Но восстали на Моисея Корей, сын Леви, и Дафан, и Аверон, сын Ильява, и Авнан, сын Фалифа, сын Ирлимова. И с ними 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Они сказали Моисею Горану, полно вам все общество, все святы и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Кореев. И всем сообщникам его говорят, завтра покажет Господь, кто его и кто свят. Благословим Господь. Вот мы сейчас еще затрагиваем эту очень сложную, очень сложную тему. Раньше мы ее как-то, ну, касались, но мало. Это сектанство. Люди уходят из православной церкви и впадают в сектанство. Что такое сектанство? Это не то, что там послабление в постах, там есть, можно все у них, можно и не поститься вообще. То есть в виде послабления. Но самое главное, то развращение ума. Человек не ожидает никакой милости Божией в дальнейшем себе. Почему? Ну, просто, говорит, именем Господнем я спасаюсь. Все, я вот призвал имя Христа, все, я спасся. Больше ничего не надо. Я вот каюсь. Он сказал, Господи, я каюсь перед тобой. И все, вот так только стал, я каюсь, и все, я каюсь, я каюсь. И вот эта привычка скоропалительно кается. А на самом деле опять продолжать греховную жизнь, продолжать ее. И самое страшное, что это их самолюбие, самомнение, вот эта гордость, она полностью уводит от той святости, которую Господь даровал через святых своих. Потому что церковь наша, она стройно утверждается на камне заповеди Господних. Этот камень Слова Божия, сам Христос. И возрастает стройно вверх на апостолах, на пророках, на учителях, на евангелистах. Все это они отвергают, сектанты, ничего не принимают, только свои собственные измышления. И вот первые сектанты, первые такие люди, которые сами решили построить церковь, это был Корей, Дафан и Аверон. Вот о них как раз рассказывается. И на другой день Корей сообщники его собрались ухода в скинье собрания. Также Моисей и Арон, говорит Слово Божие, собрал против них Корей все общество к обходу в скинье собрания. И явилась слава Господне всему обществу. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, отделитесь от общества сего, и я истреблю их в мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже Духа всякой плоти. Пускай, что у нас, что вы? Вы вот сюда внимание устремите все, потому что и вы можете в этом оказаться. У вас же есть родственники, сектанты? Не у кого что ли нету? Не у одного? Да? Как странно. Ясно. А у вас есть? У нас? У меня? Есть. Живут в Смоленске. Пятидесятники. Тетя Нелия и сестра моя. У него, у тебя была, да, сестра? Или кто у тебя был? Нет. У свидетелей, но они когда-то были, да. Я сам там был. Дядя Володя был свидетелей, Егоры. Меня Господь оградил от посигновения на разум мой сектантских измышлений. От дяди Володи попал. Но вышел оттуда, потому что жаждал слышать Слово Божьего до конца. Алкал и жаждал правды. То, что мы вчера говорили об этом. Нужно жаждать правды. Я говорил вчера, мало было, только практически... А, нет, были двое двух, и все загуляли были, да? Так же? Правильно. Говорили вчера о вере. Что вера не приходит. Вот вы родились в вере все. А, такая мысль посетила меня. Лучшая жизнь называется. То есть, вот я пошел к лучшей жизни. Вот дядя Володя, он тоже к лучшей жизни пошел. Вот братья, сестры наши, почти все пошли к лучшей жизни. Почему? Потому что они жили сначала во грехах, а потом пришло время, и Господь открыл им веру. Вот мне открыл в 31 год. Дядя Володя открыл... Вот сколько ты? 26. В 26 крестился? А, крестился, нет. В полном погружении. Я не помню, 28 что-то было. Ну, где-то 28, да. Тоже уже нагрешил многое. Кому-то в 50, кому-то в 60 лет открылся. А вы с младых ногтей. Не успели родиться, я у малышка Тарасия держал. Он вот такой, я говорю, как книжка был. Вот такие вот ножки, вот они ножки торчат примерно. Вот так вот о ручке. Вот так вот о глазеночке. Вот он весь. Вот о кученьке был. А он тут без очков был. Ну да, без очков, но глазюшки просто вот такие. Видно же, да, что это ребятишка. И вот он такие ножечки торчат. Батюшка откроет ему. Вот эти ножечки такие. Вот ножка вот такая была. Вот она. И он его мажет, маслицем мажет. Тут ручонки взял. Ну, давай, давай, говорит, ручонки, аккуратненько только. А он там запутался в эту пеленку. Раз, достали. Вот это ты. Он не верит уже. Не может поверить. А уже я за тебя говорил символ веры. Это мой крестник. За него плевал на сатану троекратно. Проклинаете сатана. Фу. Проклинаете сатана. Фу. Проклинаете сатана. Фу. И плевал через левое плечо. Да. А это же наш не просто обряд. Это такое таинство крещения и миропомазания. Таинство. Запомните. Семь столпов церкви. Помните, проходили вы их с Надеждой Васильевной? Семь столпов церкви. Помните их? Нет. На семи столпах церковь учреждена. Начинается все с крещения. Просим. Первое крещение. Потом идет миропомазание. Дух святой не сходит на человека. Потом идет таинство исповеди. А перед этим можно поставить таинство священства. Потому что без священника невозможно все эти таинства провести. Таинство еле освящения. Это когда человек болеет. И над ним приходят и молятся присвятера. Несколько присвятеров молятся. Мажут маслом его. И человек освящается. Таинство бракосочетания. Забыл все? Сказал. А я что-то не... Шесть? Еще одно. Причастие? Причастие, конечно. Сейчас же все туда пойдут. Это не дотянули пальцы у меня. Всего пять оказалось. Сейчас тут Слово Божие занято. Седьмой мисс. Ах, помощники вы мои. Молодцы. О! Тут уже чувствуется занятие, действие. А теперь главное, чтобы все это вы во взрослый возраст вошли. Все это приняли. И вот как Маша Барабаш стоит у нас. Это единственный ребенок, который выросла. Девушка она сейчас уже. Которая никогда не переставала ходить в храм. Никогда не переставала ходить на занятия. Всегда молилась. Всегда была вместе с нами. А остальные все как-то то ходят, то не ходят, то вообще уходят. Он Верочка у нас тоже, не частый гость. Хорошо появилась опять красавица наша. Православная ты? Да. Вот православная. А сестра у тебя? Православная? Не, она в другую церковь ходит. В другую? В православную церковь ходит? Да. Вот видите, тоже православная. Но к нам не ходит почему-то. А жалко. Она тоже когда-то участвовала. И мы с ней начинали проходить. Слово Боже по вот этому именно, по этой книге. Вот никак не можем закончить. Всего-то навсего прошли. Идем уже сколько? Лет пять. Что это такое? Это что за встречи такие? Не, ну у вас то концерты, то там еще какие-то разъезды. Вы сейчас-то спойте нам какие-то песнопения. Это у вас вон уже сколько. Голоса. У кого голоса хорошие? Все. Я думаю, что она нужна. А это, Бог и Его помните на скрипку? Все, да? Все, все. Занятия наши закончены, старатичные. Господи, слава тебе. Так, потихонечку выходим. Молиться. Ну вот и все занятия такие, старатко-постижные. Слава Господу. В следующий раз продолжим. Слава Господу. 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 Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови мне все, Господи. Благослови, душа моя, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, душа моя, Господи, помилуй, благослови меня все, Господи. Благослови, душа моя, Господи, благослови мне все, Господи. Слава Твое, Сыну и Святому Духу, Хвари, Душа моя, Господа, Господи, Господа, в животе мое, Поют Богу моему, Бог, где же есть, Не родитесь, а на Князе на цене человечестве, Внижение спасения из Индии. Денью прибоя возвратиться в землю свою, В той день погибнутся помощнения его, Блажен ему же Бог, лях и помощник и род, Уполонь его на Господа Бога своего, Сотворщего неба и землю, Боюсь я уже в них, хранящий двоих силовек, творящего суд обидимый, дающего пищу алчу.